Под звуки марша Мендельсона в зал заходят нет ни молодожены, а те, кто полвека назад в ЗАГСе или попросту в сельсовете, вступили в законный брак. Годы над их чувствами невластны. По-прежнему жены и мужья держатся за руки и с особым трепетом смотрят друг на друга. В этот день слова поздравлений, цветы и подарки только для них. 11 пар и у каждой своя жизненная история. Александр Алексеевич и Лидия Евгеньевна Сучковы познакомились на Красногорской плотине. Позже поженились и с тех пор берегут свою любовь. Терпение, уметь прощать и уметь терпеть. Прощать-то не за что. Нет, я вообще по жизни говорю. Дочь выходила замуж, сын женился, знакомые, родственники. И я всегда не знала о том, что это от Бога исходит. Я всегда говорю, наверное, из своего опыта. Умейте терпеть, и вы будете жить долго и счастливо в совместной жизни. Желание идти на компромисс в любых бытовых вопросах – секрет счастливой семейной жизни и семьи Мелешковых. Они сумели не только воспитать дочь, которая подарила им внучку и двух внуков, но и реализовать себя в выбранной профессии. Терпение, уважение, труд. Жизнь прошла. Все бывает в жизни – и хорошее, и плохое. А надо уметь все преодолеть. Торжественный вечер – еще одна возможность окунуться в прошлое. Юбиляры семейной жизни вспоминали свои истории знакомства. У кого романтичные, у кого курьезные. Но каждая такая встреча, будь то на сельских танцах или на летнем сенокосе, получилась судьбоносной. Приехали с разных областей. Он с Тульской области, а я с Тверской области. Познакомились, как мы сегодня сказали, на мосту. Я бетонщицей работала, а он работал водителем. Так что мы познакомились и в 1960 году поженились. Владимир Васильевич и Галина Николаевна Ермаковы в этом году отпраздновали изумрудную свадьбу. 55 лет они прожили душа в душу, чем не пример для молодежи. О каждой паре можно, если не романы писать, то повести точно о том, как два человека встретились и больше друг друга не отпускали.